Мы находимся в одном из архивов хранилища Государственного архива Волгоградской области. Наш областной архив хранит очень много исторических документов, в том числе это документы, которые рассказывают нам об истории Русской Православной Церкви на территории Волгоградского региона и непосредственно о судьбе и об истории православного духовенства. Итак, какие же документы хранит Государственный архив Волгоградской области? Прежде всего, здесь стоит сказать о документах, которые были сформированы в непростом 20-м столетии. И здесь следует начать говорить о документах с 1918 года. Именно с этого момента отложились документы, которые нас могли бы заинтересовать и которые, возможно, прольют свет на тот путь, который прошло духовенство в, как я уже сказала, непростой 20-й век. Итак, первый документ, как я уже сказала, датирован 1918 годом. И этот документ был сформирован в городском совете города, тогда еще Царицыно, и рассказывает нам о том, где, в каких местах города Царицыно содержались арестованные православные священники. Итак, мы берем в руки документ, и что мы оттуда читаем? А мы читаем следующее, что священники города Царицыно после ареста содержались в доме Амирханова, в доме Смирнова, в доме Голдобина и в арестном доме по Княгиневской улице 39. Тяжелое содержание священников также описывается и в документах далее. Мы видим, что люди голодали, причем это были люди уже возрастные, не молодые в основном. Священники использовались в качестве чернорабочей силы на различных подсобных работах. Они рубили дрова, они носили воду, они чистили отхожие места, то есть выполняли самую-самую грязную работу и отчасти самую унизительную работу. То есть здесь использовались несколько моментов, чтобы наказать духовенство и чтобы еще и унизить его. При этом работы выполнялись, опять-таки, сопровождаемые грязной руганью, бранью на вот этих людей, которые были в заключении. Следующий пласт документов как раз-таки рассказывает нам о том, как и кто находился в заключении в Царицынском губернском исправительно-трудовом доме или в губернской тюрьме, как кратко можно назвать. В архиве сохранился журнал, который рассказывает нам о том, какие люди содержались в заключении в этом Царицынском губернском трудовом исправительном доме. Среди имен, которые здесь обозначены, мы можем встретить также имена православных священников города Царицына и Царицынского уезда. Например, если мы откроем одну из таких книг, то мы увидим имя священника, всем нам известного. Это царицынский священник Иаков Петрович Горохов. Здесь идет описание, краткое описание внешности священника. Например, на 1920 год мы видим описание такое. 42 лет, рост 2 оршина, 6 вершков, лицо чистое, глаза серые, волосы темно-русые, борода черные, особых примет нет. И также есть указания на то, что священник проживал в городе Царицыне, в ограде Успенского собора. И также мы читаем о том, что священник был арестован за контрреволюционную деятельность. Мы знаем, что священник Иаков Петрович Горохов был расстрелян в скором времени. И в таком документе содержится также информация о других царицынских священниках. Следующий этап формирования архивных документов – это этап 1920-х годов. Мы знаем, что в начале 1920-х годов в Поволжье разразился страшнейший голод. И по политике государства необходимо было изымать церковное имущество якобы для оказания помощи голодающим. Также идет активнейшая работа против тех людей, которые хотя бы малейшим каким-то словом высказывались против. Или, например, просили что-то оставить из имущества храма и не изымать его. И в нашем архиве также сохранились документы, которые рассказывают об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих. Например, как мы уже сказали, большая часть документов относится к истории города Царицына. Мы видим о том, какие церкви были подвержены изъятию церковного имущества. Например, Сергиевская церковь, Казанская, Благовещенская, Алексеевская, Кладбищенская, Крестовоздвиженская. Кроме того, подлежали изъятию колоколов со следующих церквей. С Покровской, Тройской и Анапритеченской, со Старого собора, с Никольского храма и с Вознесенского храма. Также в документе нашли отражение сведений о том, какие колокола, в каком количестве и каким весом были изъяты. Кроме этого, документы также хранят информацию о том, как снимались эти колокола. Вопреки предписанию властей, колокола нужно было аккуратно срезать автогеном. Однако, когда столкнулись с проблемой, что автоген колокола не режет, то было решено банально сбрасывать колокола с колоколин на прихрамовую площадь, что было сделано. Можно себе только представить, какая была картина удручающая, страшная, печальная для тех людей, которые оказались свидетелями вот такой истории и вот такого сюжета. Колокола были сняты, кресты в ближайшее время также были сняты, и на месте крестов у православных царицинских храмов, на тех местах, где когда-то были эти кресты, появились красные флаги. Также документы рассказывают далее об истории православного духовенства и об истории православных храмов. После того, когда было изъято имущество, православное духовенство очень активно подвергалось различным доносам, арестам, заводились всячески уголовные дела, порой придумывались различные поводы для ареста, даже самые-самые незначительные. И также в документах мы видим информацию о том, за что, как, почему, опять-таки, после 1918 года православное духовенство подвергается арестам. Об этом рассказывают уголовные дела 1920-х годов. Это в основном 1922-1925 годы. И эти уголовные дела также содержат очень интересную информацию. Например, в нашем архиве сохранились различные уголовные дела. И вот для примера можно было бы показать. Например, у нас есть уголовное дело по обвинению священника Красавцева в противодействии при изъятии церковных ценностей, пользу голодающих в Поволжье, в продолжении темы. И здесь мы видим сведения такие, как, например, характеристика, анкетные данные. И в данном случае у нас уже после ареста священника имеется конституционная жалоба. Отец Алексей Красавцев пишет о том, что он не признает себя виноватым, просит пересмотреть его уголовное дело, просит пересмотреть срок заключения, потому что он ни в чем не был виноват. Отца Алексея обвиняли в том, что он противодействовал изъятию церковных ценностей. Ему вменялось обвинение в том, что он якобы очень грубо обращался с властями в храме. Кстати, здесь следует заметить, что представители власти находились в алтаре. И также его обвиняли в том, что он не хотел отдавать кадила и крест. Однако в конституционной жалобе отец Алексей пишет о том, что никакого грубого обращения не было. И он всего лишь сделал небольшое замечание, причем тихим голосом, одному из представителей власти, который облокотился на престол и пытался пройти между престолом и царскими вратами. Вот на это было сделано небольшое замечание. Но что касается противодействия изъятия креста и кадила, отец Алексей говорил, что без кадила и без креста ему просто невозможно было бы служить. То есть это были необходимые, скажем так, предметы для служения. А инструкция по изъятию ценностей предписывала оставлять в храме все необходимое для богослужения. Так вот, при изъятии кадила и креста невозможно просто было бы вести служение. На что отец Алексей также в корректной форме заметил, что невозможно это изъять. Однако все его действия были приняты и перевернуты, совсем не так, как это было на самом деле. И вот все-таки он был арестован на 6 месяцев. И здесь также следует отметить, что после того, когда касационная жалоба была все-таки подана для пересмотра уголовного дела и для пересмотра заключения по этому уголовному делу, через два дня отец Алексей пишет письмо руководству прокуратуры о том, что он отзывает свою касационную жалобу, что он совсем согласен, что все, что ему было предъявлено в обвинении, он все это принимает, он ничего не отрицает, совсем согласен. Здесь, конечно, очень тяжело говорить, что было на самом деле и что произошло вот в эти два дня, но можно догадаться, что, скорее всего, священник был подвергнут какому-то влиянию, если можно так сказать мягко, что он был вынужден забрать и отозвать свою касационную жалобу и согласиться с теми обвинениями, которые ему были предъявлены. Помимо вот этого уголовного дела есть также еще и другие уголовные дела, которые содержат очень такую интересную информацию в отношении вообще жизни и вообще в отношении истории православного духовенства как раз в первое десятилетие советской власти. Например, также у нас отложилось уголовное дело отца Петра Петровича Мамонова. Это священник из Александроневского храма села Верхней Ельшанки. Он был также арестован, некоторое время провел также в тюрьме, но был освобожден после прошествия нескольких недель. Правда, впоследствии, буквально через 6 лет, он был вновь арестован и уже отправлен на Соловки. То есть, опять-таки, власти не останавливаются ни перед чем, дабы обличить в чем-то, дабы что-то приписать, унизить и найти причины, по которым можно было бы осудить человека, который вообще был причастен к вере и служил в церкви. Помимо этого, у нас есть уголовное дело по обвинению священника села Каменного Брода. Также священник обвинялся в контрреволюционной деятельности и в документах. Мы можем найти такую информацию, опять-таки, как и в прошлых. Это обвинительный приговор, заключение, допросы свидетелей, анкетные данные, подписка о невыезде на время проведения служебных и следственных действий, различные докладные записки и так далее. То есть, достаточно много ярких документов, которые рассказывают о том, как проходили допросы, какие вопросы задавались, какие вопросы были получены и какой срок получали священники, чем заканчивались следственные дела. В таких документах очень редко мы встречаем фотографии священников. Но у нас есть одно уголовное дело, которое является таким групповым делом, и относится оно к обвинению священника, иеромонаха, отца Матвея Олейника. Вот такое достаточно большое дело, начало 20-х годов, и в этом деле мы видим, помимо основных документов, которые помещались в таких уголовных делах, мы также можем встретить фотографию отца Матвея. Эта фотография сделана в дореволюционный период, и она сохранилась в данном уголовном деле. По отверстиям, которые здесь остались, мы предполагаем, что она была вшита в какое-то дело, но возможно позднее, вот видите, что один глаз выколот, рядом тоже повреждения есть. Возможно, что над фотографией и глумились уже во время проведения следственных мероприятий. Вот эта фотография осталась в уголовном деле, сейчас она хранится также в нашем областном архиве. Кроме уголовных дел и уголовного преследования, православное духовенство в уже конце 20-х годов подвергалось такому воздействию, как лишение избирательных прав. У нас есть в большом количестве вот такие списки, такие документы, которые показывают о том, рассказывают о том, что духовенство православное, практически все священники, кто служил в то время в храмах Сталинградской, уже тогда области, они подвергались как раз-таки лишению избирательных прав. Лишение избирательных прав подвергался не только священник, но и его семья. Матушка, дети, если они были возрастом совершеннолетия, а лишение избирательных прав фактически лишало человека достаточно многих привилегий. И эти люди становились как бы вне закона, скажем так. Поэтому это достаточно было серьезное такое обвинение. И вот это лишение избирательных прав, помимо священников, подвергались также еще и бывшие торговцы, бывшие жандармы, бывшие полицейские. И вообще все эти люди, которые имели какое-то отношение, ну не только к православной церкви, но и вообще к царской власти. Вообще ко всему тому, что имело отношение к дореволюционной Российской империи. То есть вот эти люди подвергались решению избирательных прав. Чем интересны вот эти списки? Эти списки рассказывают нам о составе семьи священника, рассказывают о его возрасте. И здесь мы уже видим, кто проживал в этой семье и каков состав. Обычно вот эти семьи были большими, люди были многосемейными. И вот эти документы как раз-таки подтверждают это. Получается, что в совокупности такие документы, как уголовное дело, документы о лишении избирательных прав и сведения о том, кто содержался в губернской тюрьме, они позволяют как раз-таки сделать вывод, какой путь прошло священство в первое десятилетие советской власти, какова была семья священника, как они проживали, чем владели иногда в документах. Это тоже указывается имущество священника, как он, этот человек, пережил первые годы советской власти, какие гонения он у себя испытал. То есть вот этот непростой и сложный период мы как раз-таки находим в наших документах. Отражение этих событий, оно как раз-таки и является основным таким мотивом, который мы встречаем в наших документах. Кроме вот той информации, о которой мы сейчас сказали, также следует помнить о том, что в наших архивах сохранились документы и относящиеся к послевоенному периоду. В основном это документы, которые отложились в фонде уполномоченного по делам русско-православной церкви уже в Сталинградской области. И эти документы как раз-таки рассказывают о том, какие храмы открывались во время Великой Отечественной войны и сразу после Великой Отечественной войны, какие священники там служили. Мы также в документах находим их биографические данные. У некоторых священников мы видим послужной список. У кого-то мы также встречаем такую информацию, как участие в Великой Отечественной войне, потому что некоторые представители духовенства Сталинградской области принимали активное участие в войне, о которой мы сейчас говорим. И многие из них были награждены боевыми медалями и орденами. И эти документы также находятся на открытом хранении, с ними можно работать. Они выдаются в читальный зал для исследователей. И здесь также следует сказать, что эти документы очень многогранны. Они в себе хранят очень большую, очень ценную информацию и об истории храмов, и об истории православного духовенства. И несмотря на те гонения, которые пережила церковь в начале 20-го столетия, в первые годы советской власти, во время Великой Отечественной войны, а мы помним о том, что и на оккупированной территории открывались храмы, кстати говоря, документы уполномоченного об этом тоже нам могут рассказать. Несмотря на послевоенные гонения на русскую православную церковь, несмотря на этот тяжелый путь 20-го века, русская православная церковь выстояла, выдержала все эти нападки, которые свалились на нее, которым она была подвержена. И, как мы с вами знаем, Господь поругаем не бывает. Поэтому наши документы как раз-таки подтверждают эти слова и рассказывают о том, что русская православная церковь выстояла, выдержала и победила.